Добрый день всем любителям шахмат! Фаворитов участники не принадлежали, особенно Алексеенко, дебютант турниров такого ранга. Ну и турнирное положение у обоих было так себе, по минус один. И вот, Алексеенко начинает с Е4. Ну, какие-то сдвиги к лучшему были заметны в игре обоих противников. Кирилл после двух очень тяжелых партий черными на старте, первые два тура у него совсем не шло. Все-таки, ну, сыграл как-то в тактическом ключе против Вашьева Аграва. Другие партии у него так, ну, ничего. Все было ничего. Аниш тоже как-то оклемался. Ну, на старте он выглядел ужасно. То есть, все его новинки, которые были приготовлены к турниру, оборачивались для него неудачно. То есть, позиции, которые вроде бы он дома смотрел и вроде бы угадал с дебютом, но игра совершенно не шла. Могло бы быть и хуже, кстати, чем минус один на старте. Но вот потом, где-то вот Карлана он не добил. То есть, все-таки сдвиги к лучшему. Ну, что ж, посмотрим. И разыграна была итальянская партия. Вот этот вариант Джоко Пиано. Ну, что ж, здесь надо решать, что делать со слоном на Ц5. Вот три метода есть. Можно, конечно, уйти просто слон Б6. Ну, вот так, кстати, Аниш играл когда-то давно, даже против Ананда. Но это сейчас, конечно, что давно. Ну, 16-й год. Ну, черные хотят пойти конь Е7, конь Ж6. Маневры Крамника. Ну, слон на Б6. Ладно, белые его заберут как-нибудь. Ну, не за пешку, конечно, за коня. Но ничего, это можно пережить. Другой подход, классический, это пойти А6. Значит, для слона создать клеточку на А7, такую надежную. Так любят играть Ливона Роняна. Белые могут наступать. Да, могут. Б4, там А4 и так далее. Это все известно. Но вот есть ход А5, который был сделан. Главным его таким... Можно сказать, духовным отцом, что ли, всего этого варианта. Является Динли Жень. Он много раз так играл. В ответ на разные ходы. Разумеется, белые могут варьировать. Они могли А4 раньше пойти. Могли конь Д2. Могли там ладья Е1, Аш-3, С3. Но это, на самом деле, часто приводит к тому же самому. Просто нужно, конечно, понимать разницу, нюансы порядка ходов. Но это, разумеется, мастера этого дела понимают. Но вот идея опять остается. То есть, в чем она заключается? Вот предлагаем этот размен слонов. Белые от него теперь уклоняются. Поскольку они хотят воспользоваться вот этой клеткой Б5. То есть, возникают у нас новые испанские мотивы. И белые готовятся к тому, чтобы пойти Д4. Вот этот слон на Е6. Он может попасть под двойной удар потом. Д4, Д5. То есть, положение слона на Е6, оно, может быть, не идеальное вообще-то для черных в этих структурах. Но вот слон А7. Это уже какая-то новая струя, если можно так сказать. Поскольку все-таки главная идея варианта А5 была пойти Ферзь Б8. Так, между прочим, вот в этой конкретной позиции, я не говорю про многие похожие позиции. В этой конкретной позиции так было сыграно аж 6 раз в блиц-матче, здесь на Часками, между Вашхелограммом и Хикаро Накамура. Вот Накамура все время так играл. Ну, обычно, что белые делают? Ну, вот так вот играют. То есть, слоны меняются. Ферзь на А7 стоит немножко странно. Но играть, разумеется, черными так можно. Не знаю, был ли Кирилл к этому готов. Ожидал ли он вообще хода А5. Гири так опять не играл. По-моему, ни разу. Ни в одном порядке ходов. Как-то он этот ход не любил. Ну, вот здесь сыграл так, да еще и отошел слон А7. В чем секрет? Ну, разумеется, опять в этом маневре Крамника, да? Конь на Ж6. И здесь Кирилл быстренько пошел конь Ж3. И вот этот ход я хочу вернуть назад. Вот понимаете, в чем дело? Ну, все-таки, наверное, при такой структуре, особенно если у белых нет вот этого всего Б4, там А4 и так далее, вот этого захвата пространства, это уже не состоялось. Наверное, все-таки дело в том, что кто же первый ударит в центре? И откладывать это вообще не нужно было. Надо было пойти до 4 сразу. Во-первых, типовой ход слон Ж4 не годится, потому что мы берем на Е5 просто. Ну, черным бить на Ф3, но это просто тут дармовой заезд для белых. То есть позиция идеальная, два слона, и у черных одни проблемы. Разумеется, так не было бы сыграно. Очевидно, что план черных был пойти к конь Ж6. И вот тогда, ну, хорошо, допустим, надо сыграть А3. Все-таки предохранились от слона Ж4. Ну, и отошли назад. Ну что, все стоит культурно. Разумеется, ну, нельзя сказать, что у белых тут преимущество, там, заметное. Нет, конечно, но все-таки пешку они на Д4 двинули. Слона можно отвести назад на Ц2. Компьютеру тут начинают предлагать какие-то диковинные вещи. Ну, я... Ну, Д5 я еще, ладно, Д5-то я могу понять. Но ход конь Х5, особенно после сдачи центра, ну, наверное, можно так играть. Учитывая, что белая пешка на Х3, и пункт Ф4 действительно контролируется. Ну, ладно, пускай компьютеры так и играют. Мне, как человеку, да еще и пожилому, не совсем понятно, что в центр-то делать. Что я буду играть потом? Д5 или Ц5? Ну, будет у меня конь на Ф4. Ну, вообще-то интересно. Надо это все дело изучать. А вот Д5, мне кажется, у белых лучше вот эта позиция. Не важно, даже не важно, что у вас пешка на Х3. Все равно лучше взять пешка Ф, на мой взгляд. Да, берем от центра, да, открываем диагональ, но король будет спрятан на Х2. У белых есть некоторый простор для фигур на королевском фланге. Мне кажется, здесь перспективно. Если черные будут подрывать, то это, несмотря на их замечательную пешечную структуру, для черных, я думаю, не подарок эта позиция. Фигуры у них довольно здорово ограничены. В действиях. И конь на Ж6, ну, конь на Ф4 не пойти. Слон на Е6 висячий. У белых будет давление. Ну, допустим, это, может быть, все мое мнение. Ну, ладно, было сыграно конь Ж3. И теперь, когда вроде бы Х3 все было подготовлено к ходу Д4, пешку Дэта двинул противник. Д5. Взяли. Конь берет. Ну, про эти взятия на Е5, вы понимаете, там, с ударом на Ф2 это все не получается. Очевидно, да? Не надо показывать, я думаю, что будет после комбит Е5, комбит Е5 и ладебет Е5. Еще раз скажу. Слон Ф2. Поэтому так, теперь сюда и Д4. Ну, вроде бы логично. А с другой стороны, что еще делать? Как-то черные крепко стоят тут. Я даже не знаю. Ферзь Е2, пытаться вынудить ход Ф6. Но Ф6 никто не пойдет. Бить все равно нельзя. Здесь ладьяна Е1 висит. Негодится. Поэтому, наверное, Кирилл понимал, что преимущества у него нет. Но, как-то думал, ну, по крайней мере, уж стою не хуже. А вот мне ясно. После хода ладья Е8. Ну, возьмете на Е6. Сразу же на орбите тактика. Я сказал на орбите тактика. Никто ничего не понял. Ну, может, кто-нибудь из ветеранов вообще вспомнит. Рубрика была такая в шахматном журнале. Журнал шахмата в Риге издавался. Ладно, не буду я это все. Вот слушатели в основном молодые. Зачем все это? Нужны такие, такого рода воспоминания. Ну, здесь, да, здесь каюк. Потому что конь на штре теряется без пешки просто. Блоссыгран слон Ж5. Теперь черные заходят. Ну, что, теперь на Е6 взять? Все-таки хочется двух слонов. Ну, хочется-то хочется. А после хода комбьют H3. Как настроение? Придется ведь сдать партию. Кирилл играет в Ферзь Д2. И теперь слон Д5. То есть, слона он взять не успел. Но это черных инициатива. Как было с ней бороться? Ну, я уже потом, как-то посидев над этой позицией немного... Ну, мне-то что, собственно говоря, слон немой. Пришел к выводу, что надо было оттеснять вот этого коня. И... Ну, как-то вот пытаться так сыграть. Может быть, потом на Е3. Разменчик. Коня на Ж3 нужно держать, чтобы он короля защищал. По крайней мере, черный конь оттеснил. Хотя, конечно, жалко отдавать слона. Очень жалко оставлять на Д5 такого монстра противника. Ну, вот Кирилл так не хотел. Пошел ладья Е1. Могло это все ему выйти боком. Ну, наверное, ладья Е5 ход такой напористый и красиво выглядит. Но, наверное, лучше было взять. Пойти король Ф8. Предотвратить контр-игру с отторжением Ферзя. И что теперь-то? На Ж2 висит? А на А2? На А2 тоже висит? Вот так белые остались бы без пешки. Удивительно. Вот ходом ладья Е5, который как-то так выглядит. Ну, вот я давлю, я иду вперед, я централизуюсь. Ну, на самом деле, черные упустили возможность. Может быть, просчет был вот в чем. Возможно, Аниш подумал, что конь бьет Ф4 это проходит. По тактике бить нельзя, конечно, на Е1. Но есть тут такой ход. Теперь-то конь уже висит реально. Поэтому нет никакого взятия на А2. И черный вынужден отступать. Учитывая все это, ему пришлось разменяться. Пойти сюда. Но здесь мы с Добровым, комментируя все это дело вживую, честно говоря, думали, ну уж как-нибудь. Теперь контр-игра есть. Конь связан на Ф8. Не думали, что мы у Кирилла хуже. Но на самом деле, может быть, и хуже. Поскольку вот это все, ну что, Слонцы опять защитит от шаха на Е7. Теперь конь оттесняется. Ну что, придется на такое. Но это неприятно все-таки. Но что-то похожее было и в партии. Остается белое со слабостями. Поэтому Кирилл сразу пошел с Вомбой 3. И вот на эту структуру. Здесь Аниш здорово сыграл ферзь Ф6. Просто здорово. Разные ходы мы здесь рассматривали. Но этот ход, наверное, сильнейший. Ж6 сильнейшим ходом не было. Поскольку белый создает контр-игру. После конь Е4. Но вот ферзь Ф6. Хочет просто пойти в ферзь Е6. Черным нужен этот коневый Эншпель. Где у белых не будет контр-игры. Правильно действует Алексеенко. Ферзей надо сохранять. И в этой ситуации здорово опять сыграл Д5. Ну, в общем, как говорят на Тоненького. Но, тем не менее, все срослось. Белые должны быть вне всякой опасности. И вот к 37-му ходу дошли они до такой позиции. Время на часах еще какое-то было у обоих противников. То есть диком цепнуть они не были. Ожидали мы, естественно, хода ферзь бьет Б7. Ну, еще пару ходов контроль сделан. И пора соглашаться на ничью. Логично, да? Тут вдруг, откуда ни возьмись, делается ход ферзь Д7. Ну, ладно, скалонишь. Сохраню свою лишнюю пешку. На него напали. Ну, материал очень тактический. И, честно говоря, здесь игру белковых шахматистов всегда можно улучшить. Пользуясь советами компьютера. Ну, при таком материале ни один шахматист близко не играет всего компьютера. Но есть какие-то другие соотношения материальные. Там при слонах, даже при ладьях. Это как-то легче понять человеку. Здесь это все тактика, все конкретные ходы. Поэтому, ну, могу я бы, например, показать, что компьютер, говорит, играй ферзь С6. Ну, кто же такой ход даже будет рассматривать? А вот здесь оказывается, что вот так вот, и в связи с выходом ферзя на эту важную диагональ, несмотря на две лишние пешки, у черных вообще-то и не лучше. Ну, чушь какая-то вообще. Как такое может быть? Действительно, здесь ничья. Вот компьютерные ходы. Ну, ладно. Я это делать вообще не буду, потому что вы можете сами это включить в свой движок, и все это вам покажем. Давайте по-человечески. В общем, вот это все было. Ну, то есть, что пытается сделать Алексеенко? Ну, повторением ходов с ничью, которая была прямо в руках у него. Вот это вот, что там должно быть в руках там. Птичка уже была в руках. Надо было взять на Б7 синицу. Здесь так не получилось. Конь Ф8. Ну, наверное, казалось, может быть, так интуитивно. Но раз уж черные отступают, ну, уж, наверное, как-нибудь белые отыграют эту пешку. А вот выяснилось, что не так просто. Конь Ц4. Здесь вообще, на самом деле, они же задумался и увидел вариант, который случился в партии. И увидел, что это благоприятный для него исход. И смело туда пошел. Неплохо, кстати, посчитал вариант. Но еще была и другая возможность. Черные могли сделать совершенно удивительный ход ферзь Д7. А удивительного ничего нет. Когда вы забираете эту пешку, следует шах. И так. Подрывая коня и угрожая ходом ферзь Д1 шах. Белые теряют пешку. Причем это не просто пешка, а такая отдаленная проходная. Кстати, если вы хотите меня поправить и сказать, не вставай королем под шах, уходи на H2, то радости не будет, поскольку у меня это двойной удар. Ну, хорошо, один вариант. Да нет, ну это даже не знаю. Ладно, ну не знаю, какое показать. Такое покажу. Здесь компьютеры не нужны уже никому. Здесь мы... Мы сами голова. Такой ход. Угрожает мат с H1. И на ход ферзь Б7 единственный. Последует ферзь F1 шах. Потеряли коня и сдались. Ну и там и ферзь БТ4, думаю, еще не на многом лучше. Позиция очень тяжелая. Черных страшная атака. Про таком материале открытое положение короля просто смерти равносильно. Пешка Б, разумеется, ничего из себя не представляет. Поэтому да, тяжело было бы после ферзь Д7. Может быть, в какой-то степени повезло, что у Аниша нашелся другой хороший вариант. Поэтому не стал он глубже смотреть. И ходу ферзь Д7 не нашел. А вот что он нашел. Вот так вот. Вроде бы потерял он эту пешку на А5. Ну, теперь ферзь Д3. Конь черных ближе к королю. В отличие от коня на Б6, которую защищать еще надо, причем грозит ферзь Ф1 шах. Ну, это единственное. Все посчитано. Теперь такой небольшой тактический удар. Но если бы не было бы хода ферза 8, то белые точно проиграли бы. При ферзях такое удержать было бы невозможно. К счастью, вот коню в Эншпаль. Ну, что ж. Участники перевели дух. Комментаторы перевели дух. Но поняли, что сидеть мы будем долго. Поскольку сразу это все не закончится. Ну, что можно сказать про этот Эншпаль, вообще говоря? Ну, наверное, когда 4 против 3 и по коню, вообще шансы на выигрыш больше, чем у защищающегося на ничью. Это я вам гарантирую. 3 на 2, наверное, ближе к ничьей. Но ничью это надо делать. Ходов будет сделано много. Значит, здесь любой... Вообще я не говорю про Аниши Герри, который высококвастный шахматист. Здесь любой становится таким маленьким Магнусом. И будет вас катать, возить, мучить. Не знаю, любые там... Любые термины вы можете вставить сюда. В такого рода умозаключения. Вопрос к белым следующий. Первый. Как пешки держать? Кирилл пошел в Ф4. Ну, логика здесь какая? Что нельзя, чтобы тебя прижали к бортику. Когда прижимут к бортику, там уже точно в цехсванку падешь. И там пешечные прорывы, там много возможностей. Нужно создать себе какую-то, ну, необходимую территорию для защиты. С этой точки зрения ход Ф4 правильный. Кто-то сказал бы, ну, лучше мы пойдем в Ф3, чтобы никаких дырок не было, чтобы черные фигуры не врывались. Тоже логика есть. Я не знаю, честно говоря, как бы я пошел. Хотя я думаю, что Ф4. Ладно. Ну, ходы, 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 ходы. Все мелькает. Да, а ходе конь Е3 шаг. Вот вы говорите, что такое вот катать? Ну, вот, это на самом деле не просто бессмысленные ходы какие-то туда-сюда. То есть, есть логика. Ну, вот, скажем, короля хочется, да, привести на Д4, на Е3, на Е2. Беспокоит, разумеется, ход конь Ж5. Поэтому смотрим, да, Ф6. Ведь пешка Ф6 защищена конем все равно. А теперь будем выходить королем. Но здесь вот такой есть вариант. Ну, кажется, да, но конь А4 допускать нехорошо. Мы же не хотим пешки менять. Наш король еще не приблизился. А если сыграть так, то вот неожиданно этот пешечный эншпаль вы не выиграете. Да, вы можете пойти конь Е7. Но тогда уже нет активности коня. И единственный способ будет избавиться от проблемы с пешкой Ж6 это двинуть ее вперед. Разменять. Ну, шансы на ничью увеличатся. А про пешечный эншпальс вы мне не верите. Ну, вот, да. Вы бы сейчас ход белых, а не проиграли бы. На король Д3 последовало бы Ф5. Здесь не оппозиция. Здесь эти поля соответствуют. Поскольку есть у черных этот ход Ф5. Он как-то все сдвигает. Как раз белым таки оппозиция не нужна. Они должны ее занять, как только пешечные ходы кончатся. А именно, ответив на Ф5 ходом король Д3. Вот тогда будет ничья. Вообще ничья. Ну, то они же такого рода вещи посмотрели. Но самое главное, вот в этом катании, или там какое-то назовете, это не давать противнику немедленно сделать ничью. То есть, собственно говоря, плана-то у черных особенного нет. Противника нужно довести до кондиции. Он должен устать. Он должен потратить время на поиски немедленных форсированных ничейных вариантов. Должен быть как-то, ну, огорчен тем, что они у него не срастаются. И нужно продолжать его возить, катать и приходить к тем же самым позициям. Вот теперь Ф6. Черный конь. Черный конь. Белый конь. Далеко от поля А4. Если туда попытаться уже попасть, то не получится, поскольку здесь есть шаг и такой ход. Ну, разумеется, уже конь А4 никакого нет. Ну, и... Ну, можно так играть. Да, объективно говоря, у черных здесь непонятно вообще, как черному селется. Может быть, это и стойка. Но вот между этими стойками надо выбирать. А это приводит к расходу времени. Ну, в принципе, хорошо. А что я белым посоветую? Посоветую я одно. Во-первых, не ищите коротких путей к ничьей. Вы их не найдете. Не найдете. Здесь нужно крепко сжать зубы, проявить мужество. Шахматы игра не для слабых духом. По-моему, так Немцович сказал. Ну, вот. Поэтому вы знаете свою задачу. Конкретно держите свою позицию, играете быстро и решительно. В цветной он залезать нельзя. И готовы к тому. Сто ходов будет сто. Сто пятьдесят. Сделаем и сто пятьдесят. Мы можем. Почему вы должны принимать эту логику, что вас мучают? Ваш противник хочет выиграть не меньше, чем вы хотите сделать ничью. С конца мучается. Хорошо. И король Ф3 был неплохо. Вот пошло, пошло, пошло. Конь сюда вернулся. Король идет в обход. Очень много ходов. Семь и седьмой ход. Так же. Ну, король держится, держится. Все держится. Хитро. Хитро даже, я бы сказал. Пришлось ходить конь Ж1. И здесь, конечно, нанес аж четыре. Ну, два варианта. Либо он подумал, что он, не знаю, выигрывает. И поэтому сделал этот ход. Либо потому, что подумал, ну ладно, уже довел я его до кондиции. Клиент готов. Поэтому, как там в фильме «Бриллиантовая рука»? Пора подавать дичь. Аж четыре. Действительно, если было бы так, потерялась бы пешка на аж четыре. И была бы партия выиграна черная. Но Кирилл в боевом духе находится. Сыграл правильно. Пешку ф четыре держит. И на такой ход. Ф пять. Прекрасно сыгран. Ну, что делать Анишу здесь? Время у него тоже было немного. В общем, бить королем. Ну, объективно говоря, после короля Ж3, но ничего черные не достигли. Да, могут, наверное, продолжать ходить конем взад-вперед, но материалы меньше и меньше. И не представляется возможным оттеснить белого короля от пешки А4. Поэтому было принято интересное решение. Волевое. А что такое вот две пешки Ф, да? Допустим, черные заберут на А4. А кто его знает? Может, и можно выиграть. Ведь коневое окончание, вот там цуксланги какие-то, всегда угрожаем разменам коней. Это еще не факт, что белый король, даже хотя он находится напротив этих проходных пешек, может удержаться. Позиция перспективная. И Кирилл, наверное, это осознавал, поскольку он сделал очень сильный ход, король Е3. Но на самом деле, на самом деле, ведь если возьмут, возьмут черные что-то, дело даже не в пешке А, там ее может конь черный догнать, может быть. Что бы черные не взяли по линии А, белые главную стремляются к королю на Ф4. Вот как только такой ход будет, уже точно будет ничья. И они же поэтому не берет ничего. Шах, король Ж3. И вот здесь, ну я понимаю, что Кирилл играл на инкременте, 30 секунд. Ходов его уже сделано очень много. Но как-то все-таки здесь он бдительность потерял. Наверное, Герей был прав. Дошел уже, дошел уже его противник до кондиции. Потому что здесь он совершенно свою идею забросил. Главная идея была королем на Ф4 попасть. С этой точки зрения, надо было смотреть на этот ход. Конь Аш-1. Но не важно, где стоит конь. Главное королем на Ф4. Ничья. Вместо этого конь Д3. Решающая ошибка. Вот так вот. Пеший члендж принятий нельзя. Пешка аж будет потеряна. Ладно. Тут много разговариваю. Надо показать какой-то вариант. Дальше показывать не буду, да? Мы понимаем, зачем вторая пешка Ф нужна. Это запасной ход. Когда Белый Король будет на Ф1. Ожидая пата. В этот момент будет сделан ход Ф6-Ф5. Вот и все. Весь секрет. Ну а то, что пошел конь Ц5, это не помогло. Здесь вот даже и Белый Король не смог вернуться. На Ф1 или Ф2. Здесь просто безнадежно. Здесь уже... Ну точнее на Ф1-то он вернулся. Но это уже не помогает. Эта позиция уже точно выгодна. Здесь как раз таки нет достаточного территории для маневра. Ничего нет уже. Ну пришлось сдаться, поскольку черные... Белый конь вынужден уходить. Куда-то черные пойдут. Там конем на Ф3. От коня аж два не будет защиты. Да. Вот такая вот партия. Конечно, трагичный исход для молодого российского гроссмейстера. В принципе, играл он не так плохо. Были моменты, когда он делал неплохие серии ходов. Но вот мало понятные... Во-первых, в дебюте он все-таки сыграл неудачно. Черные перехватили инициативу. Потом мало понятное решение не отыграть пешку на Б7. И, ну, все-таки где-то... Ну, не знаю, чего не хватило. Но говорить, что сил не хватило. Ну, все-таки, если 22-летнему гроссмейстеру не хватает сил на партию, которая длилась 98 ходов, наверное, силы были. Но, может быть, слегка он расслабился, когда нашел ход Ф5. И не был готов к тому, что вот... Что еще нужно будет решить одну проблему. Ну, что делать? Бывает. Набираемся опыта. Хотелось бы поздравить Гири с цельно проведенной партией. И, в общем, он, может быть, допустил неточность другую где-то. Но, в общем и целом, играл он очень и очень здорово. И так, Аниш в полтиннике, а Кирилл отвалился на минус 2. Спасибо вам за внимание. С вами был гроссмейстер Алексей Ермалинский. Долго я с вами сегодня разговаривал. Но ничего. Запишу еще раз.